Можно ли говорить о начале Большой Войны? Сегодня этот процесс пришел, будем говорить, в активной фазе. Я не пророк, конечно, и не астролог, но кое-какие моменты, которые нам приходилось обсуждать, они как-то так подтверждались, с учетом прохождения времени. На мой взгляд, это активная фаза, которая буквально возобновилась за эти сутки, за предыдущие. Я думаю, что это попытка, так сказать, где-то изучить и посмотреть нашу слабость в нашей обороне, прорвать оборону, вот, по крайней мере, попытаться прорвать нашу оборону, нанести определенный ущерб технике, которой у нас мало, и личному составу, что они не отказываются от своих целей, вот, захватить Украину, проучить лишний раз, вот, показать Украине свою слабость, вот, то есть нанести, нанести вот такой внешний, говорить, тем более, что там появился генерал-полковник, товарищ, как он уже появился, как замглавнокомандующего сухопутными войсками и как руководитель вот этой вот группы со стороны России. Он возглавил, так сказать, вот это бандформирование, и полностью вот эта вот группировка войск подчиняется ему, то есть он нас опять, получается, извините, надул, в таком плане, или Россия надула, что они ее подсунули как регулировщика со стороны России, как представителя, он все изучил, он знает дислокацию полностью наших войск, а теперь он возглавил эту банду, понимаете, мы опять оказались не в очень хорошей ситуации. Это так плохо работает наша разведка, это так плохо мы изучаем противника. Да, очень плохо мы изучаем противника. Он нас лучше знает, это худший вариант, потому что без информации, без объективной информации сегодня воевать очень тяжело. Да, Дмитрий Иванович, вот смотрите, активизация, вы говорите, сейчас испытывают нашу оборону, пытаются прорвать, есть российский генерал, который возглавил это бандформирование, то есть вы считаете, что все-таки дальше, чем изучение нашей обороны, они не пойдут сейчас? Ну, я буду утверждать, что они все-таки побоятся дальше идти. Почему? Я постараюсь обосновать немножко, потому что они понимают, что все равно у нас уже оборона укреплена. Да, есть где-то два слоя, есть три, ну и так далее. Поэтому все равно с их стороны будут жертвы. И сейчас, и так в России ситуация там зреет не очень хорошо. Потому что вы же понимаете, что сегодня уже нефть за один баррель стоит где-то 43-47 долларов за баррель, понимаете? То есть это уже говорит о том, что если у нас уже пересылали 50, то это уже очень плохо. Поэтому они там понимают, и там народ тоже не существует. Я вам прямо скажу, есть же информация у нас тоже, как там в глубинке люди, кроме Москвы и Ленинграда. Это там избитая фраза, но тем не менее это соответствует действительности. Поэтому я не думаю, что Путин уже такой, это слово нехорошее для него подходит полностью, что у нас его озвучивает. Но не настолько он уже такой вот, чтобы он пошел на полномасштабный, так сказать, полномасштабный удар. Все-таки он понимает, что если он на это пойдет, и, видимо, Обама предупредил его, я так думаю, надеюсь. Что Обама тогда полностью нам дает летальную сброю. А для него это будет, сами понимаете. Но все равно для нас, чем больше там будет рабов, тем для нас лучше, тем быстрее. Простите меня за эти слова, но это факт. Никуда от него не денешься, я человек военный. Активизация здоровых сил в России, которые могут, так сказать, в какой-то степени расчевелить ситуацию в России. И там начнутся процессы типа наших на Майдане. Это тоже они учитывают, безусловно. Поэтому, на мой взгляд, заканчиваю эту мысль, на мой взгляд, что все-таки есть предпосылки, то, что я уже сказал. Есть предпосылки того, что все-таки он не пойдет полным масштабным наступлением, а будет вот такие делать вещи для того, чтобы нас все время запугивать. Ну и безусловно, что тут же работают внутри нашей страны, так сказать, и группы, которые воздействуют на внутреннее состояние нашего государства, которые могут подыгрывать той ситуации, которую он делает на фронте. Ну и плюс наши руководители, что тут говорят, что тут греха таить. Такие действия Сенюкал не только подыгрывает, он хочет выглядеть патриотом на его действия, явно подыгрывает товарищу Путину. Это мое личное мнение. Да, понятно. Митрий Иванович, ну мы сейчас говорим о политике, об экономике, а вот сугубо о военной точке зрения. Август месяц, насколько это подходящее время для осуществления крупномасштабного наступления? Ну наиболее это неоднократно подтверждено историей разного рода конфликтами, что самое благоприятное время для проведения наступления это июнь-август месяц. Это вот три месяца, которые дают возможность еще в летних, так сказать, условиях провести наступательные, ну общебоевые действия. Спасибо. Спасибо.